Сегодня мы поговорим о чуме 21 века, способной поработить целые нации. Ну и передаю слово своему коллеге с уебанским голосом. С древних времён задачей мужчины является охота, рыбалка и ведение своего личного видеоблога. Но однажды представитель сильного пола приручил бабу, тем самым совершил самую страшную ошибку, переменившую всю его жизнь. Для тех, кто не понял, объясняю. Баба обыкновенная, ржёт на всю улицу для привлечения внимания особей мужского пола. Но однажды женщина совершила самую страшную ошибку в своей жизни. Она слезла с охуя своего ёбари, села за комп и начала говорить, ведь теперь её рот был ничем не занят. Голубая баба не понимает всего ужаса в своих действиях, после чего в ней начали проявляться её древние животные инстинкты. Как и её дальний родственник кенгуриха, она постоянно тревожит из-за своего дитя, хранит его в сумке и проверяет, не выплыл ли он где-нибудь по дороге. Что сейчас находится в моей сумке? Что в моей сумке? Ходится в моей школьной сумке. Сука. Сумке. Хожу вот с такой сумкой. Что в моей сумке? Весь мир катится в ад. Мы решили спросить у жителей Азии, что они сделают, когда узнают, что их баба занялась видеоблогом. Скажите, пожалуйста, что если вы запретите ей заниматься этой хернёй, но она всё-таки это сделает. Я её застрелил. В каком смысле? Это значит, я убью её просто. Ну какого хуя? Она ведь человек, у неё есть свои права делать, что она хочет. Нет, она девушка. Нет, это запрещено. Её задача делать неутренний отсос и полисочить мой камер. Вы чё, ебануты, нет? Это зависит от настроения. Если она сделала плохой отсос, то мне нужно двинуть ей поебало. Короче говоря, я просто охуел от происходящего, поэтому передаю своему коллеге снова слово. После такого ужасного поведения у бабы случается месячная, и она заражается феминоидом. Феминоид это вирус, попадающий в бабу через больную голову, заставляющий организм женщины отрастить себе яйца и член, вызывает желание бухать пиво, сажать парней на 8 лет, а также обысывать стульчак и самоплодотворяться от мужского члена. Кроме этого, вирус способен нарушать естественную циркуляцию шуток в голове бабы. Перед нами схема двух голов бабы, одна здоровая, другая почти. Как мы видим, в здоровой башке мысли удерживаются в черепной коробке, благодаря круговой циркуляции зелёных стрелочек. Однако феминоид, проникая в мозг девушки, начинает устраивать истерику, кровоточить и перестает стирать носки. Такие действия вируса приводят к сбою в голове женщины, и шутки высвобождаются наружу через рот. Всё это в дальнейшем приводит к ужасающим последствиям, таких как быстрое старение, раннее возникновение желаний постоять в длинных очередях, от висания сисек до достижения 30-летнего возраста, а также желание изнасиловать себя чужим членом в 16 лет, выйти замуж в 18, развести в 19, и прочая хуйня, которую можно оправдать ошибками молодости. А следовательно, заводить бабе свой блог крайне опасный для своего здоровья и общества в целом. Поэтому при обнаружении себя желания мыться едой, нанизывать прокладки на верёвку, вместо того, чтобы ссывать их себе в пизду, и творить незасветную хуйню, срочно звоните нам и заказывайте книгу с ебанскими цитатами из паблика ВКонтакте. Пока девушка будет постить весь этот шлаг к себе на страницу, незаметно выложите в Инстаграм её фотки без макияжа. Когда баба поймёт, что её наебали, и это не умные цитаты, а всего лишь предвыборные обещания всех президентов мира, будет уже слишком поздно. От неё начнут отписываться поклонники, что приведёт к желанию завести семью, взять ипотеку на 20 лет и прочие житейские нужды. Но это в любом случае лучше, чем заводить себе блог. От себя хочу добавить всё прекрасно. Отношусь к женщинам, это был всего лишь Тёп. Поэтому поздравляю всех к нам с наступающим Новым Годом, а пидорасов и феминисток на костёр. Субтитры подогнал «Симон»!